Всем привет! Вы на канале Татьяна Ковальчук. Вчера было видео, как мы вязали вот такую сидушку на табуреточку. Остановились мы вот на этом моменте, когда надо было поменять нитку и вязать дальше, появятся у нас новые, скажем, не элементы, а вот как вязать следующие петли. Я провязала уже уголок, привязала ниточку и продолжим вязать дальше. Как всегда вяжем и под арки. После уголка сделали одну воздушную петлю и под арку вяжем столбик с одним накидом, сделали на крючок два накида, столбик с двумя накидами, вяжем в серединку из трех петель предыдущего ряда. Столбик с двумя накидами. Ну и соответственно еще одна петля, это мы уже вязали. Одна воздушная петля под следующую арку. Вот появилась у нас новый такой момент, где мы будем провязывать два столбика с одним накидом. Уже вот здесь провязанная петля. Это рельефный столбик у нас получился и мы будем вязать за него. И так теперь будет продолжаться в каждом ряду. Под арку от уголка у нас будет идти другого цвета нить в обычный столбик с одним накидом. А где посерединке, вот здесь, будем цепляться за предыдущий рельефный столбик. В принципе ничего такого сложного нету. Как я уже говорила, уголочки вяжутся без изменений. Три столбика с одним накидом. Две воздушные петли. И еще. Три столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. И вот пошли наши арочки. Уже три арки. В предыдущем ряду было две. Так увеличивается у нас наш квадратик. Смотрим, здесь вяжем за центральную петельку. Формируем новый рельефный столбик. Следующим. Будем цепляться уже за рельефный столбик предыдущего ряда. Два накида на крючок. За рельефный столбик провязываем. Одна воздушная петля не забываем делать. И опять под арку. Одна воздушная петля. Вяжем уголок. Что у нас неизменное получается, это уголок. И всегда после каждого элемента вяжется одна воздушная петля. Вот это не надо забывать и пропускать. Одна воздушная петля. Вот опять наши три арочки. Можно перепутать. Вот здесь есть это рельефный столбик и здесь. Но мы всегда вяжем не в этом ряду, который, а в предыдущий и еще под арку. Здесь же арки нету, значит мы это пропускаем. Вяжем сюда. Сама не туда уже полезла. Сама не туда уже полезла. Одна воздушная петля. Следующая арочка. В каждом элементе три петли провязываем. Три, три. Одна воздушная петля. Вяжем в две нитки, чтобы поплотнее было. И уголок вяжем. И уголок вверх. И уголок вверх. Суперли к узлу все валян. накидом. Столбик с двумя накидами, он же рельефный столбик. И ещё столбик с одним накидом. Всё, под эту одну арочку провязали. Одна воздушная петля, столбик с одним накидом. Столбик с двумя накидами уже цепляемся за рельефный столбик. Ещё один столбик с одним накидом. Воздушная петля и подарочка. Ещё раз. Зацепилась. Одна воздушная петля. Присоединяемся. Ряд закончен. Переходим к уголку соединительными столбиками. Вот так. И вяжем уголок. То есть, каждым цветом провязываем 2 ряда. Можно провязывать 3-4 ряда, как вам нравится. Какие вы хотите полоски поуже, по шире сделать. Но чтобы это красиво смотрелось, один ряд. Он как-то собьёт весь рисунок. Два ряда одним цветом и будет очень красиво смотреться. Можно провязать ещё. Я думаю, так уже абсолютно всё понятно. Теперь будем продолжать вязать нужный нам размер. И в конце сделаем обвязку. Опять же, если это вы вяжете, например, наволочку на подушечку декоративную, как правило, они там 40 на 40 бывает, самые маленькие, то тогда уже вяжете, какой вам нужен размер. Просто сшиваете две половинки. С трёх сторон вставляете. Тут можно что-то придумать. Либо зашить, потом распускать, когда стирать. Либо делают шнуровочки. Ну, кто во что гораст. А если сидушка, то надо как-то специально обвязать. Как у меня вот здесь я уже показывала. Загибаются края. Это я вам могу показать по желанию. Вот так продолжаю вязать дальше. Вот такая вот у нас получилась красота. Вяжите, творите. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем всего доброго. До свидания.